Просматривая этот ролик, сначала кажется, что это очередная страница модного блогера. Но если присмотреться, можно понять, что видео, трансляции и фотографии сделаны не в зоопарке, а дома. Мы любим волосы кушать. Юлия с детства знала, что будет заниматься фермерством. После свадьбы сказала мужу, пора ехать в деревню. Так на клочке земли в Новоселовке мечта потихоньку становилась явью. Сначала обзавелись курами, потом купили свиней, косу, уток. В семье стала традицией дарить на праздники новых обитателей двора. Наверное, он бычка получит, если я найду, конечно, такой породок, какой хочу, потому что это редкие мясные гельфорды. Юлия не интересуется модными новинками, светскими раутами и зарубежными курортами. Женщина мечтает об экзотических животных в своем хозяйстве. Хочу большую-большую-большую ферму, зоопарк там развести. У меня, наверное, было бы там все. Я б страуса, наверное, завела себе. Хотя муж, наверное, говорит, что нет. Он все говорит нет. Он и на куриц говорил нет, и на собак говорил нет, и на нутри кричал тоже нет. Это я не буду этих чудовищ разводить, зачем они нам нужны. Жить в глубинке значит трудиться, не покладая рук, без праздников и выходных. Но для многих это и есть самое настоящее счастье. Жить в деревне, вставать рано, кормить домашнее хозяйство, менять им под стил. Такая жизнь настоящая романтика. Но я бы так не смогла. А Юлия смогла и занимается этим на протяжении двух лет. Такая жизнь полна сюрпризов. Например, этому козленку семь дней. И зовут его братуха. В этом небольшом загоне живут козы. Все молодые. Самой старшей беляшки два с половиной месяца. Четверых красавиц завели одновременно. Малышек нужно было кормить сосочки каждые четыре часа. Когда у тебя маленькие козлята, считай, у тебя как бы ребенок. Это на месяц как минимум. Не знаю, мы это пережили, слава богу. Вот у нас теперь они как бы большие, хорошие козочки. Вот большие два с половиной месяца, им два. Травку кушают сами. Все хорошо. Ну, я бы, наверное, яйца бум бы завела. При должном уходе животные всегда отвечают взаимностью. Они чувствуют человека. Во дворе настоящий бэби-бум. Вот курица-наседка. Греет не только яйца, но и дает тепло маленькому приемышу. Гусик. Вопросом, что было сначала, яйцо или курица, здесь никто не задается. Некогда думать над законами бытия. Тут с большим хозяйством бы справиться. Маленькие да удаленькие – все это перепелка. Хулиганские с обменным здоровьем, а о питательных свойствах их яиц давно говорят диетологи и спортивные тренеры. Одно перепелиное яйцо в три раза превышает по количеству микроэлементов куриное. Буквально за полчаса эти перепелочки-бройлеры снесли уже шесть яичек. Витамины, определенный температурный режим, чистая вода, освещение, хорошая вентиляция – залог будущего здоровья бройлеров. Это цыплята-бройлеры, им 9 дней. И завтра они будут переезжать на другую площадку. Двое детей и муж – куры, утки, перепелки, козы, свиньи и собаки. Юлия Хайбулаева успевает все – и за домом следить, и за собой ухаживать. И на достигнутом останавливаться не планирует. В мечтах – страусиная ферма и собственное производство сыра. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня.